Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити и раздел номер 2, блок номер 2 автоматизированного заключения спектр. Здесь обязательным порядком в любом экспериментально-психологическом исследовании ЭПИ специалист заполняет те, указывает вернее те методики, он указывает их в АЗ-спектр, но вписывает их ручками на бумажке в заключении по ЭПИ, он вписывает те методики, это обязательное требование, которое он применял при проведении какого-либо экспериментально-психологического исследования. Соответственно здесь это все дело очень быстро ускоряется, то есть не надо вписывать прямо обязательно это требование, экспериментально-психологическое исследование, не надо вписывать эти методики ручкой. То есть писать, писать и писать. Очень много приходится писать какой-то, ну в общем-то полезной, необходимой и важной информации, но она идет стандартно. Представляете, если вы каждый раз будете писать, допустим, ММПИ Березина, 16-й факторный форма С, значит, УСК, депрессия Жмурова, Леангарда Шмишека, Лири и соответственно патопсихологические методики пошли. Счет по Крепелину, таблицы Шульте, корректурная проба Бурдона, кольца Ландольта, запоминание 10 слов, 12 предметов, пиктограммы, воспроизведение рассказов. Вот это все человек должен писать из заключения в заключение. Ну провел он там пиктограммы или допустим опосредованное запоминание, решил вот так вот поступить. Значит, исключение предметов по заигарник, классификация предметов, сложные аналогии, 60 слов, методика Эбенгауза, клипец, объяснение сюжетных картин, равен и что-то. Ну по личности, понятно, ММПИ, КТЛ, УСК, УНП, уровень невротизации, психопатизации, или же, или же, или, или, и, и, ОНП или НПУ, соответственно, допустим, тематической перцепции тест, тест фрустрации Розенцвейга, какие-то другие методики может специалист предложить и так далее. Вот это все переписывается из заключения в заключение, от исследования к исследованию, от раза к разу и, соответственно, отнимает достаточно много времени, и не просто говоря, надоедает ужасно. Понятно, что это нужно и для исторических каких-то данных сохранения, кто и что проводил исследования, на основе каких методик сделаны итоговые выводы психологам. Это очень-очень важно, и без этого никуда не деться. Это надо прописывать в каждом заключении по ЭПИ. Ну а здесь это все происходит, буквально там поработали 2-3-4 раза, и моментально проставляете, не проставляете эти галочки, и у вас это будет все отражено в итоговом распечатанном вами заключении по ЭПИ. Вот таким образом выглядит выбор методик, применяемых в патопсихологической диагностике. Собственно, на этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!